Доброе здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Немножечко поговорим о наших голодающих Сергея и Андрея. Как говорится, и понеслось, и поехалось, чего я опасался и их предупреждал. Итак, Сергей пишет, отчет 16 декабря. СН-30, два яблока, одна ложка простокваши, половина столовой ложки кукурузной каши, четыре ложки непредцезаренного яблочного сока. Мишанина. Если у человека ранее болел желудок, это как раз из-за того, что в одном приеме еды было очень много самых разных пищевых веществ, которые между собой особо и не сочетались. То есть для их переваривания и усвоения необходимы совершенно иные условия. А все это набрасывалось вместе. Вот смотрите, два яблока. Яблоки перевариваются в тонком кишечнике, то есть они желудок проскочат быстро. То есть если съедены два яблока, они проскочат быстро. Далее идет ложка простокваши. Ложка простокваши все-таки будет в желудке. Но благодаря тому, что она, как бы сказать, всего лишь на всего ложка, ничего существенного особо не может быть. А дальше половина столовой ложки кукурузной каши. Кашу надо хорошенько жевать для того, чтобы она полноценно переварилась. То есть ее практически надо сделать жидкостью в своем рту, а потом проглатывать. Уже простокваша с кашей не совсем дружит. Просто малая доза. Далее. Четыре ложки непроцеженного яблочного сока. Опять-таки, четыре ложки, вот смотрите, началось пищеварение от простокваши. Простокваша требует своих условий в желудке для переваривания. Значит, столовая ложка кукурузной каши, она должна в основном пройти через желудок и где-то в двенадцатиперстной тонкой кишке начинать там перевариваться. То есть уже там в желудке некая нестыковка. И вдобавок, когда мы еще все это заливаем яблочным соком, яблочным соком, то мы, который в основном переваривается в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике, тем самым мы с вами, смотрите, ложка простокваши закупоривает желудочек, каша в нем остается, плюс заливаем яблочным соком, мы тем самым создаем условия для брожения. То есть для того, чтобы испортить себе желудок. Вот здоровый желудок хотите испортить, не надо никакие яды применять. Надо вот так вот просто-напросто питаться, чтобы у нас было брожение. Вот как в данном описании на 7.30. Я же там... Почему много вот этих приемов через два часа? Для того, чтобы... Если мы съели простоквашу, значит простокваша переваривалась. Если кукурузную кашу, то только кукурузная каша. Если яблоко, значит только яблоко. Если сок, значит сок. Но все это не надо, не надо делать, понимаете. Далее. 10.30. 50 грамм сладкого творога, 50 грамм простокваши. А что сладкий творог? Что? Зачем сладкий творог? И 60 грамм простокваши. Вот либо творог съешьте, либо простоквашу. Не надо. Опять-таки, это уже начинается, это уже начинается. Перебор. Далее. 14.20. 3 столовые ложки непроцессованного яблочного сока. 160 грамм простокваши. Стакан разведенного тыквенного сока. Значит тут либо живы яблочный сок, либо простоквашу, либо тыквенный сок. Только одно. Одно. 16.40 столовые ложки простокваши. Пойдет. 18.40. Салат из капусты и морковки. Значит. Не доел, не съел. Его надо жевать. Его надо жевать. Чательно жевать. И там как раз вот должен вот этот вот майонез быть. Я как раз говорил. Чайная ложка меда. Один. Желток куриный. И это самое. Чайная ложка растительного масла. Вот это все полить. Получается очень интересный вот этот вот как бы сказать соус. Который делает салат из капусты. Ну просто каким-то объединением. Ну его надо есть. Далее. 21.45. 3 столовые ложки простокваши пойдет. Далее. 22.45. Гоняю сквозь зубы стакан тыквенного сока. Пойдет. Пойдет. И я как раз ответил. Понеслось. То есть мешанину делать не надо. Ну 9 часов назад Сергей отвечает. Петрович я понял. У меня большая радость. Сегодня в 8.55 был хороший, мягкий и наверное обильный стул. Но я все правильно сделал. Проснулся в 8 часов утра. Выпил сразу воды. Чтобы полностью насытить ею. А знаете. Если вам не хочется пить. Не надо. И пить. Но тепленькую водичку выпить хорошо. Прогреть желудочно-кишечный тракт. Желудок. Желудок любит теплоту. Запоминайте. Значит. Насытиться ею. И стал ждать. Ничего не кушавши. И свершилось. И только после этого съел 117 грамм простокваши. 50 грамм сладкого творога с медом. И погнал. Только одно. Либо простоквашь. Либо творог. Так. И творог. Вот творог. Без меда. Без меда. Не надо мешать. Эти вещи между собой не совсем сочетаются. По поводу кушательный продукт за один раз я понял. Хорошо. Мешанина больше не повторится. Я вам обещаю. И знаете. Это не то, что вот я вам разрешаю. Вот я разрешаю. Сережа. А теперь грузись по полностью. И так далее. Это все вам разрешает ваш желудочно-кишечный тракт. Ваш организм. Усвоил он это. Не усвоил. Переварил он это. Не переварил. Он все это сообщает вам. Просто вы еще не ориентируетесь во всем этом. Вот. И просто-напросто вы после голода можно так питаться, что эффект голодания может продлиться еще на 45 суток. А можно, грубо говоря, вот так вот загасить все это, завалить, чтобы потом при смерти быть. Так. Сегодня был последний раз. Ну, я как-то сомневаюсь, сомневаюсь. Ох, сильны привычки, ох, сильны привычки, ох, силен жор, ох, ох, ох. Вы с этим еще не сталкивались. Как заметил один посетитель, но вы еще с этим не сталкивались. Это впереди еще через две недели. Вы не думаете, что вот отголодали, грубо говоря, 45 суток, и уже там неделька, и можно уже есть. Нет, процессы будут там идти. Так. И то я был очень доволен собой, что с утра не набросился на пищу, как было это. А вот и не набрасывайтесь. Вот эту пищу смакуйте, знаете. Вот растягивайте буквально-таки по глоточку этот сок. Глоточек и во рту вот так. Раз, и проглотили. Чтобы это было не столько сок, а это сок, смешанный с вашей слюной. Причем этой слюны намного больше, чем сока. То же самое при твороге поедании, при поедании яблока и прочее, прочее, прочее. Совсем другие мотивации. Я очень доволен. Сейчас ухожу в гараж. Я забыл. В 10.10 был медленно выпить стакан тыквенного сока с мякотью. Медленно и так. Стакан тыквенного сока с мякотью. Возможно, это многовато. Пол стакана. Но выпить его так, знаете, как вот вы выпили этот стакан. То есть вот стакан вы выпили, грубо говоря, за 5 минут. А вот пол стакана попробуйте выпить тоже за эти же 5 минут, если не больше. И из еды сегодня больше никакой не было. Скоро буду в гараже. Не знаю, пока все не сделал. По предшествию, наверное, сделаю салат из моркови и капусты. 150 грамм. У меня все через весы идет. Ну, если так, так, так. Очень вкусный вчера получился. Съездил за молоком. Сегодня буду заквашивать с помощью Эвиталя. Ночью просыпался, наверное, два раза пописать. Ну, что, хорошо. Пописать меньше. Лег спать в 23.30. Проснулся в 8 часов. Отличный сон. Это отличный сон на выходе. Я даже удивлен, что я спал ночью и спать хотелось. В общем, я очень доволен. Ну, видите. Слушайте, понимаете. Вы для того попросили меня вот это все сделать, чтобы я вам помог. И если вы, будем говорить, меня попросили и доверяете, то слушайте, слушайте, что я вам говорю. Теперь перейдем к Андрею. Андрей, Андрей меня расстраивает. Значит, вот что он написал. Сегодня, значит, насколько понял, 19-й день по счету. Я вышел с голодания, пил соки, выпил суммарно где-то полтора литра свежевыжатых соков. Был стул, вибрировала печень, высылаю фото, подвечу и приел в ванну. С уважением, Андрей. Андрей, я вас вел по этому голоду и сообщил вам, что раз вы собрались голодать, голодаем 21 день. Голодание вы описывали, шло нормально, 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 все нормально. Потом вот этот вот, как бы сказать, в уме начались брожения. Это естественное в уме брожение. Ваша задача была, если вы что-то надумаете, что-то надумаете, спросить у меня. А именно, что касается выхода. То есть, 19 дней, 20, 21. Два дня не потерпели. Два дня вы не сумели поработать на собой, для того, чтобы еще больше поднять самооценку, чтобы, помнишь, вот сказал 21 день, все 21 день. И, что вы решаете сделать, сначала вы сообщите мне. И подумаем, как это сделать, что это сделать, следует выходить, не следует выходить. Как, что. Я бы вас там смотивировал бы. Вот, как Эдуарда. Он тоже думал выходить. А я и так, и сяк, и этак, и так. Так мотивировал его. Побуждал. Продлевал все это дело. И человек 27 суток отголодал. Для того, чтобы вышло все. А у вас как раз только начала выходить вот эта вся бяка-кака. И вы только, опа, и рубанули. И более того, выпили полтора литра свежевыжатых соков. То есть, огромное количество. Вот, собрались выходить. Я хочу завтра выходить. Ага, мы поговорили, что выходить, сколько выходить. Вы думаете, что от свежих соков не может быть плохо? Может быть плохо. Был стул, вибрировала печень. Ну, залили себя. Ну, нельзя так. Вот, что вы думаете сделать, вы сначала напишите, скажите мне. А я тогда скажу. Да, выходим, раз. Я же понимаю, что, ну, не можем. Но как-то настроить так на выход. С помощью чего выходить. И так далее, и так далее. Нельзя так поступать, как вот вы. Ну, далее второе письмо. Проголодал 19 дней. На 20-й день вышел. Сейчас пью соки уже второй день. На выходе. Очень много идет бурой жижи из меня. Вот видите, вот это все должно было, если бы мягко начали очищаться, вот не этим вот питьем соков, а 50 граммов. раза 4, допустим, там, 5 в течение дня. То совсем другое. Мы бы голод продлили. И вся вот эта вот жижа, которая там только начала, она бы еще больше там отмерла и выходила. А тут видно, очистилась печень. Видно. Ну, самочувствие отлично. Это ваше счастье, что вот все как-то так прошло. Но это не значит, что на завтра, на послезавтра, вы еще вообще что-нибудь там-то такое начнете там есть. Вот что вы там надумали. И все у вас там получится. Либо вы там почитайте, как выходить. Вот как Эдуард там выходил. Как я советую сейчас этому самому Сергею. Иначе самочувствие отлично может превратиться на знак минус. Мне очень нравится цвет и вид лица. Ну, естественно, голод сделал свое дело. Это хорошо. Лицо выглядит очень свежо. Тель ощущается легкая, большая подвижность. Спасибо вам за поддержку, с уважением. Андрей, вот теперь вот то, что вы получили, надо медленно, плавно закрепить. Закрепить. Не набрасываться на пищу, еще на что-то. Думая, а, вот-вот-вот в этом и жизнь заключается. Вот наесться, напиться там, полежать и все такое. Когда вот это вот мы понимаем и делаем, то мы получаем огромные результаты. А так, знаете, у меня очень много раз было, когда вот такой вот прекрасный эффект голодания, я умудрялся примерно через недельку, там, через две перечеркнуть тем, что объедался. И все, что, знаете, вот было наработано, бездарно было спущено. Не повторяйте моих ошибок. И если вы со мной, то слушайте, слушайте, что, что и как. Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и улыбленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. С Новым Годом он зовется, И для всех людей дается. Шелестит конфет, отвертки, Там мандарин стоит, И наряженная елка Огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ. Наступает, натупает Новый Год. Он врачу нам несет, Он в танке раздает, Радостей легко глачет, Это Новый Год. Снова детство к нам вернулось, Волшебства мы жадно ждем, И почекание бокалов, Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, натупает Новый Год. Он врачу нам несет, Он в танке раздает, Радостей легко глачет, Это Новый Год. Так и спи, дружок сердечный, Наливай бакал с кардией, Загадай свое желание, И под звонку ром-попей. Ай! Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, натупает Новый Год. Он врачу нам несет, Он в танке раздает, Радостей легко глачет, Радостей легко глачет,